город марсель это коммуна на юго-востоке франции регион прованс альпы лазурный берег это крупнейший порт страны и всего средиземноморья население 870 тысяч человек помимо того что это самый большой торговый порт страны это крупный промышленный центр и вторую по численности населения город франции и один из самых старых городов европы интересный такой нюанс и марсель находится на широте сочи и имеет аналогичный температурный режим это памятник той самой маски честь которой франция получила национальный гимн марсельеза и хотя на памятнике женщина марселька ну к женщине наверно все таки этот марш рейнской армии имеет очень отдаленное отношение во времена великой французской революции в париж и пришли добровольцы из марселя и пели этот самый марш рейнской армии и парижане не знали что это за песня на им так понравилась она что впоследствии они стали эту песню знать марсельеза а через некоторое время марсельеза стала гимном всей франции и забавно но факт марш немецкой армии по сей день является национальным гимном франции но я иду к центру города ну вернее сказать еду на самокате стояли мы очень далеко опять же где-то полчаса не меньше мне пришлось ехать в центру ну а в любом приморском городе центр это конечно же набережная прекрасная погода солнечно около 15 градусов тепла а это начало декабря много цветов зелени и я наконец-то выхожу к морю которого не видела несколько месяцев на в марселе мы и первый раз и подъехали к средиземноморье ну и самом центре марселя живой звук и и и и и очень оригинальные современные арт-объекты на территории старого порта ну вот наконец-то рыбный рыночек так хотелось свежие рыбки но 11 часов утра рыбы уже почти не было рестораны местные жители по всей видимости очень быстро раскупали и честно сказать по цене мне показалось это дорогого со старого порта началась история марселла именно здесь за 600 лет до нашей эры высадились греки-фагейцы и основали колонии это базилика матердам филагарты которая поднимусь чуть позже ну и не могу не сказать о приходящих в голову аналоги более двух с половиной тысяч лет назад греки основали не только марсель но и пантикопей херсонес феодосию и точно так же как марсель является одним из старейших городов франции пантикопей херсонес и феодосия являются старейшими городами российской федерации спасибо грекам и так в шестом веке до нашей эры греки основали порт на месте современного города и образовали колонию с названием масса ли которая впоследствии трансформировалась в марсе и постепенно местности вокруг старого порта застраивалась промышленными жилыми религиозными постройками строились многочисленные военные форты на скором времени старый порт марселя перестал справляться со всего возрастающим в первую очередь грузовым потоком и было принято решение построить новый он действительно огромный сейчас я нахожусь на территории нового порта здесь есть несколько современных музеев сюда заходят огромные туристические лайнеры и здесь же на площади не стоит кафедральный собор массы кафедральный собор сен-мари-мажор марсель начинает свою историю предвидительно в пятом веке с раннехристианских религиозных сооружений на месте которых в двенадцатом столетии была построена церковь в романском стиле ну когда в середине девятнадцатого столетия император наполеон 3 решил снести старое здание кафедрального собора построить на его месте новое жители марселя воспротивились и вышли на улице в итоге старое здание не было полностью снесено была демонтирована только его часть а рядом построили новое здание которое стали называть новым собором в основании нового храма первый камень был заложен первым лицом государства императором наполеоном 3 спустя четыре десятилетия на этом месте вырос собор который считается одним из самых вместительных одновременно в нем могут находиться до трех тысяч человек размеры этого сооружения должны были подчеркнуть значимость марселя как порта и одного из самых крупных городов франции освещение собора состоялась в 1897 году архитекторы уделили очень много внимания внешнему и внутреннему убранству здания его оформление использовались самые разные материалы таражский мрамор оникс из туниса венецианская мозаика скульптуры витражи очень красивые полы храм был построен и украшен в соответствии с традициями византийского стиля которые были плетены элементы бутики и романской архитектуры интересно что местные жители далее этому собору шутливое название пижама за разноцветный фасад таблеток у которого выполнена каменными плитками двух цветов это одна из главных достопримечательностей на на символ марселя базилика делегат который я отправляюсь вот на таком транспортном средстве где есть специальная корзина куда я сложила и положила свой самокат так что вместе с самокатом мы отправились базилики пока мы будем ехать по городу я немного расскажу об истории массы по местной легенде история города началась как история египтида дочери местного царя и грека протиса греки высадились на берег прованса в тот момент когда царь задумал выдать замуж свою дочь для этого он созвал пир на котором египтида выбрала бы себе жениха именно греку протису она протянула свой кубок к свиньям ну и в качестве свадебного подарка пара получила часть побережья на котором они основали город названный массами постепенно город становился крупным процветающим торговым центром были основаны многочисленные торговые фактории побережью средиземного моря долгое время независимая республика была союзницей древнего рима и нередко прибегала к его покровительству для защиты своих торговых интересов но во времена конфликта цезаря с помпеем в первом веке до нашей эры массалия поддержала не порой они поддержали помпея и были захвачены войсками цезаря лишились торговых факторий флота и хотя город сохранил свою независимость но его влияние очень резко упала и только в десятом веке благодаря герцогам прованса марсель стал возрождаться крестовые походы также способствовали росту того значения марселя в 15 веке город вместе с провансом вошел состав французского королевства но года французской революции марсель поддержал республиканцев и гимн франции стал называться марсельезе континентальная блокада во время наполеоневских войн сильно подорвало экономику марселя но уже в девятнадцатом веке связи с французской да и всей европейской экспансии нуля и похоже говоря захватом территории в Восточной Азии в Африке экономика марселя снова начала возрождаться и бурно развиваться мы уже подъезжаем к базилике гологард очень крутой формионок очень польские улицы иногда мы с трудом разъезжались с навстрече идущей нам машиной но здесь случилась такая забавная история дело в том что я приехала к базилике вместе со своим самокатом нам дали время полчаса на осмотр достопримечательностей через полчаса на этом же паровозике я должна была уехать обратно но полчаса мне не хватило и паровозик вместе с моим самокатом уехал без меня я показала билет туда-обратно и села на следующий паровозик но поймать мой самокат не так-то просто потому что внизу все паровозики стоят 10-15 минут и отправляются снова в свое путешествие так что спасибо водителю он дождался меня когда я перейду на следующем паровозике и как только я забрала свой самокат он тут же уехал ну и шикарный потрясающий вид на весь огромный очень большой марсель но сюда хорошо видим замок ив крепости 16 века заменит она своими заключенными таинственный узник железная маска и эдмон дантес но интересно что он узник под названием железная маска никогда не был в этой крепости а эдмон дантес это вообще вымышленные герои романа александр драма белокаменная базилика нотр-дам-далегар словно парит над марселл храм располагается на холме высотой около 150 метров он был возведен в середине 19 века на фундаменте старинной крепости здание построено в византийском стиле на решение церковной колокольни установлена 11 метровая статуя девы марии и она почитается марсельцами как небесная покровительница города в базилике можно осмотреть верхнюю и нижнюю церковь верхняя церковь в которой я сейчас нахожусь украшают мозаика с изображением успения богоматери и другие мозаичные панно цветные фрагменты для которых были привезены из венец в храме на стенах очень много табличек с молитвами благодарности за спасение которые оставляли мореплаватели выжившие в кораблекрушении ну а в нижнюю церковь я даже не успела зайти поскольку проводить самокатом я полгода меня и мне пришлось срочно отправляться на поиски интересно что ранее на месте храма стояла газобная башня так как с вершины холма хорошо просматривались окрестности города сама башня была хорошо видна морским судам подходящим марсель но по пути обратно к нашему домику обратила внимание на такое здание с растущей в нем пальмы ну если не могу сказать все таки она натуральная или искусство но у меня в очередной раз сына облаяла дарит почему я не взяла их с собой но они тут тоже хорошо погуляли мы хоть и стояли далеко от центра города но очень хорошее место недалеко от моря в парковой зоне возле замка 18 столетия который принадлежал промышленнику и садовладельцу пороли а в 15 веке городские власти организовали общественный парк на месте бывшего поместья пороли но в этом парке гарику с бабушкой было сделано очередное замечание по поводу того что нельзя собакам гулять без поводка следующем фильме я расскажу о городе вентяне так и Продолжение следует...